Здравствуйте! В эфире новости Красноармейска. С вами Владимир Комаров. Жители старых домов ждут переезда в новые квартиры. В 2020 году в Красноармейске планируют построить дом по программе переселения из ветхого жилья. Вандалы снова атаковали новые остановки. Как реагируют местные власти на действия злоумышленников? Завершение зимнего спортивного сезона в городе. В Красноармейске прошла лыжная гонка памяти Загулова. Около 300 семей должны переселить из ветхого жилья в новые квартиры. В Красноармейске в 2020 году планируют построить дом под расселение. На минувшей неделе депутат Московской областной думы Александр Легков встретился с будущими переселенцами. Жители домов 7 и 9 по улице Академика Янгеля давно ждут переселения. По их воспоминаниям впервые об этом заговорили в начале 2000-х годов. И вот, наконец, эти дома включены в областную программу 16-20. Ближе к концу 2020 года в Красноармейске должны построить многоквартирный дом под переселение. На минувшей неделе депутат Московской областной думы Александр Легков во время своего визита встретился с жильцами ветхих домов. До декабря 2020 года эта программа должна закончиться и построиться дома. Вот завтра будут встречаться специальным инвестором, который должен зайти на строительство дома и после этого переселить жителей из таких проблемных домов. Новый 12-этажный дом должны построить на улице Краснофлотской. Всего до конца 2020 года предполагается переселить 290 семей. Глава города Кирилл Тимошков проверил, как проходит ремонт подъездов жилых домов Красноармейска. Он встретился с жителями и рассказал, какие еще работы будут проведены. Подробности у Юлии Репиной. В этом году планируется провести ремонт в 63 подъездах жилых домов Красноармейска. Управляющие компании города уже начали ремонтные работы. На прошлой неделе глава Красноармейска Кирилл Тимошков проверил ход работы в домах номер 1622 микрорайона Северный, где управляющая компания МКД «Восток» проводит ремонт в пяти подъездах. Жители, заметившие обход главы, решили выйти и высказать свои пожелания по поводу ремонта. Оказалось, что качеством работ они довольны. Ведь сейчас проводится большая черновая работа. Стены штукатурят и выравнивают. Жители только опасались, что все закончится на покраске стен. Но их заверили, что пройдет целый комплекс ремонтных работ. По программе губернатора мой подъезд в этом году в Красноармейске будет отремонтировано 63 подъезда. 11 подъездов уже отремонтирован, на 7 подъездах ведется работа. Идем мы с опережением графика. Я думаю, что в этом году мы работу сделаем ровно в срок. Сейчас ходили, смотрели, как ведутся работы, общались с жителями. Что говорят, ГРАР? С жителями пообщались. В принципе, они довольны. Высказывают свое мнение, что достаточно давно не был ремонт в подъездах. Высказывают замечания. Но в любом случае, те замечания, которые они высказали, это пластиковые окна, они будут вставлены. И вся проводка, которая идет внешне, будет убрана в короба. Поэтому в любом случае приемка подъездов ведется вместе с председателями многоквартирных домов и вместе с жителями этого дома и с жителями подъезда. Осторожно! Возможен сход льда и снега. С крыши дома по адресу Комсомольская, 9 обрушилась ледяная глыба, повредив имущество магазина на первом этаже. Жители этого дома уверены, что виной тому некачественный ремонт кровли. Подробности далее. Ледяная глыба такого размера могла запросто убить человека. К счастью, в ту минуту рядом с магазином «Ларец» никого не было. Момент, когда лед обрушился с крыши дома номер 9 по улице Комсомольской, зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная внутри магазина. Пострадало имущество магазина. Разбиты ступеньки. Погнулись перила. Жильцы уверены, что это произошло не из-за того, что крышу вовремя не очистили от льда. По их словам, кровля неправильно отремонтирована. В прошлом году здесь провели капитальный ремонт кровли и начались проблемы. У жильцов верхних этажей заливает квартиры. У меня по стене оно затекает в квартиру. У нас залита квартира. У нас залита квартира. Сырое окно. Ламинат вздулся. Я обращался. Мне прислали акт. Сейчас страховая занимается этим. А куда обращались? В управляющую компанию «Восток». Но они говорят, что это дело фонда общественного ремонта капитального. Это администрация. В общем, как такового виновного я не могу найти. Я не знаю, кто будет мне платить мой ущерб. По факту обрушения льда и залитых квартир люди составили заявление и направили их в управляющую компанию и в фонд капитального ремонта. По словам главного эксперта отдела архитектуры администрации города Сергея Ивкина, фирма-подрядчик, которая занималась ремонтом кровли, еще в городе. И есть возможность исправить недочеты ремонта. Очередной случай вандализма произошел в Красноармейске. Злоумышленники разгромили новые остановочные павильоны. Этим делом будут заниматься сотрудники полиции. Подробности у Валентины Андреевой. В 2018 году по программе губернатора Московской области в Красноармейске была произведена замена всех автобусных остановок. Устаревшие во всех смыслах конструкции были демонтированы, а на их месте появились новые и, главное, удобные павильоны. Но некоторые из них целыми простояли недолго. На прошлой неделе стекла на двух остановках были разбиты. Замглавы Иван Асеев прокомментировал факт вандализма. Мы уже написали обслуживающей бригаде письмо о восстановлении, то есть в любом случае о возбуждении, потому что будет писаться заявление, потому что это остановки дорогостоящие. В любом случае правоохранительные органы будут проводить следственные действия, потому что ни одна остановка пострадала за эти праздники. Поэтому завтра займемся плотной этим вопросом. Восстановление в любом случае, то есть мы будем сообщать, как люди будут приезжать, приедут, осмотрят, завтра будем совместно осмотр делать с выездом на место и в любом случае будем посещать наше УВД, писать заявление и как-то принимать меру в рамках правого поля. У детской поликлиники еще одна остановка, то есть там мимо еще была снесена урна, то есть я не понимаю, кому там помешало и кому что-то. У меня даже нет комментариев, если честно, по этому поводу. Еще раз хотелось бы обратиться к жителям, к населению, потому что я знаю, что жители у нас очень активны и наблюдают. То есть обращение в любом случае сообщать правоохранительные органы, хотя бы и ДДС, чтобы вызывали наряды полиции. И в общем, хотелось бы еще раз обратиться к жителям, и не только к жителям, и к вандалам, по-другому никак не назову. Потому что не первый раз уже наблюдается акт вандала, мы уже никогда говно были на ремонте подъездов, где мы наблюдали так же. А уже акт вандала, там были изуродованы ящики, то есть опять же, не простояли года. То есть давайте уважать друг друга, уважать как бы жителей, уважать себя в первую очередь. Ну давайте там как-то там беречь и хранить то, что имеем, то, что ставим, то, что строим. Все делается для нас, для нашего города. Возможно, те, кто нарочно испортил автобусные установки УСМУ и детской поликлиники, действовали по принципу «не свое, не жалко». И это далеко не первый случай вандализма в городе. Практически сразу после установки стекол на новых остановках они были разрисованы. Тогда устранять последствия хулиганства вышли обычные жители города, не дожидаясь мер со стороны органов местного самоуправления. Исправить то, что сделали с остановками в этот раз, усилиями горожан уже не представляется возможным. Сумма ущерба пока неизвестна. Для этого будет проведен целый комплекс мероприятий. По словам заместителя главы администрации Ивана Сеева, конструкции павильонов дорогостоящие. Новые павильоны, как и другие объекты общего пользования, были оборудованы в первую очередь именно для удобства жителей. Также правоохранительные органы занимаются проверкой случая взлома магазина связной на конечной станции. Наш телеканал получил официальные комментарии. В нашу рубрику «Мобильный репортер» 11 марта поступила информация от жителей города о происшествии в салоне сотовой связи на проспекте Ленина. Речь шла о возможном ограблении магазина связной. Мы проверили информацию и вот такой комментарий получили в управлении информацией общественных связей главного управления МВД по Московской области. 11 марта в 3 часа 50 минут в дежурной части Красноармейского отдела полиции МВД России Пушкинская поступило сообщение от гражданина о том, что в одном из салонов сотовой связи на проспекте Ленина была вскрыта дверь. На место происшествия выезжал наряд полиции, но в третьем время по данному факту проводится проверка. Напомним, что это не первый инцидент в данном магазине. В декабре 2018 года, по неофициальной информации, этот салон сотовой связи уже подвергался ограблению. На сегодняшний день по факту происшествия в магазине 11 марта сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка. У жителей Красноармейска много вопросов о начислениях за коммунальные услуги и новых квитанциях. В клиентском офисе «Мособлъирц» состоялся день открытых дверей с участием руководства компании. Компания «Мособлъирц» работает в нашем городе с начала этого года. 14 марта в Красноармейском офисе компании прошел день открытых дверей. В феврале жители Красноармейска впервые получили новые квитанции. В некоторых из них был ряд неточностей, поэтому у граждан есть вопросы, которые они в том числе задали и руководству компании во время дня открытых дверей. Как объяснил заместитель генерального директора компании «Мособлъирц» Глеб Латыпов, основная цель проведения подобного мероприятия в офисах компании – это быстро решить возникшие трудности и проблемы. Форма данного платежного документа утверждена правительством Московской области, и мы действуем в соответствии с этой формой. Поэтому разъяснение, безусловно, информирование жителей, помощь в разбирательстве с теми начислениями, которые произведены за текущий период – вот это конституционное оказание услуг. Безусловно, произвести перерасчет в одночасье, придя к нам, у жителя возможности не появится. Мы принимаем от него заявление, направляем его в адрес его управляющей компании, либо ресурсоснабжающей организации. Потому что вопрос перерасчета, учета качества поставленной услуги – это вопрос все-таки той организации, которая предоставляет эту услугу. Мы не несем и не производим услуги по обслуживанию вашего дома, мы не поставляем во воду свет, тепло. Мы – расчетная организация, которая производит, аккумулирует, агрегирует все данные от разных источников. Еще раз подчеркну, это источники, в первую очередь, это житель, который, безусловно, обязан передавать нам ежемесячно показания по своим приборам учета. То есть эти данные заходят в систему посредством передачи показаний счетчиков. Это данные от управляющей компании по общедомовым приборам, которые тоже каждый месяц предоставляют наш адрес. Ресурс, снабжающая организация. Вот эти все данные сводятся, рассчитываются и превращаются в такой финансовый документ, как единый платежный документ. На основании которого житель должен производить оплату не позднее 20-го числа. К 95-летию архивной службы Подмосковья работники Красноармейского муниципального архива подготовили для жителей города отдельную программу, частью которой стали экскурсии и выездные уроки для школьников. Подробности далее. В Красноармейском муниципальном архиве хранятся важные документы. Многие из них имеют историческую ценность. Фонды постоянно пополняются документацией предприятий и учреждений Красноармейска. К 95-летию архивной службы Подмосковья работники архива нашего города провели уроки истории для школьников, чтобы рассказать ребятам о том, чем занимаются архивисты. Чтобы они понимали и знали, что такое архивная служба, для чего она нужна, из чего состоит архив, почему он нужен в каждом муниципальном образовании, для того, чтобы их ввести в курс дела и популяризировать нашу архивную службу. И, может быть, даже сориентировать их в будущем на поступление в высшие учебные заведения по специализации архивоведения и документоведения. Помимо уроков истории, работники архива проводили для школьников экскурсии в фонды, где хранятся документы. Архивисты создавали выставки исторических фотографий Красноармейска и экспозиции, посвященные людям, которые внесли большой вклад в работу предприятий города и культурную жизнь. Далее выпуск продолжит новости культуры и спорта. А я с вами прощаюсь. До встречи. Здравствуйте, с вами Юлия Репина и теперь о новостях культуры и спорта. Школьники не только читают классику, но и знают ее наизусть. Финальный муниципальный этап всероссийского конкурса «Живая классика» прошел в городской библиотеке. Ах, это дама? Улыбнувшись, спросил писарь. Нет, нет, быстро проговорил мальчик. Так кому же ты хочешь написать письмо? Удивился старик. Иисусу. Как ты смеешь насмехаться над пожилым человеком? Возмутился старик. И хотел уже указать мальчику на дверь. Но тут увидел в глазах ребенка слезы. И вспомнил, что сегодня камень на жительства. Чайка Мэйна, ты волен быть самим собой. Ты волен осознать свою истинную сущность и быть ею. Здесь и сейчас. И ничто не в силах тебе воспрепятствует. Таков закон великой чайки. И это единственный объективно существующий закон. Лучшие чтецы городских школ прошли в финальный муниципальный этап конкурса «Живая классика». Конкурс проводится с 2011 года. И за эти годы успел набрать массу поклонников. В нем приняло участие свыше тысячи школьников. Финал конкурса уже традиционно проходит на Красной площади. Основная цель конкурса – популяризация чтения и поддержка талантливых чтецов. Для участия в конкурсе ребятам необходимо выбрать прозаическое произведение, отечественной или зарубежной литературы. А дальше все решает талант. А вы, сударь, будете ли вы стрелять? Хватит мучить бедную женщину! Не буду, отвечал я сильно. Я довольна. Следует сказать, что все участники городского этапа «Живой классики» выступили отлично. Победителя было выбрать очень сложно. В младшей возрастной категории, пятые и седьмые классы, победителем стала Полина Зорина. Она прочитала отрывок из произведения «Пеппи длинный чулок». В категории ученики восьмых-девятых классов победителем стала Дарья Епишина, выбравшая для прочтения отрывок из произведения «Чучело». Среди старшеклассников победителем стала Мария Гончарова, прочитавшая отрывок из «Идиота». Я готовилась абсолютно сама, сама выбирала отрывок, потому что я недавно читала роман «Идиот», и мне так сильно понравилась Анастасия Филипповна, что я решила прочувствовать ее образ сама. Мне помогала моя учительница по русскому литературе Ларина Наталья Николаевна. Отрывок я выбирала сама, с постановкой, и как раз она мне помогала. Ну а вообще, вот почему как раз-таки именно этот отрывок? То есть он, по вашему мнению, самый яркий из всего произведения? Я считаю, что да, потому что Анастасия Филипповна открывается именно в этом отрывке ее весь характер и вся сущность. Ну это вообще самая важная, можно сказать, сцена во всем этом произведении, и она очень значима вообще для этой книги. Как будете готовиться к участию уже в области? Больше тренироваться и исправлять некоторые недочеты. То же самое могу сказать. То есть вы сами себе отметили какие-то моменты? Да, конечно. Желаем ребятам хорошо подготовиться к следующему областному этапу конкурса. Выставочный проект Химкинской галереи можно увидеть в галерее Красноармейская. Подробности в нашем сюжете. Красота творения природы, цветка всегда вдохновляла художников. Цветочный узор нашел свое отражение в народном творчестве, присущ работам на православную тематику. Появляется в классических произведениях живописцев и в современном искусстве. Выставочный проект «Цветов причудливый узор» — это картины из фондов сразу трех подмосковных галерей. Сегодня мы открываем выставку, которую сделали совместно три галереи Московской области. Щелковская, Химкинская и наша картинная галерея. Посвящена она цветам. Здесь представлены работы, созданные в графических техниках от линогравюра до литографии. И она такая весенняя, радостная выставка, которую очень хотелось бы порекомендовать всем измученным долгой зимой горожанам. Выставка будет проходить в Красноармейской картинной галереи в течение месяца. Советуем вам ее посетить. Фойе городского дворца культуры «Настоящая весна». Здесь проходит выставка картин «Союза художников Красноармейска. Фейерверк цветов». Она продлится до начала апреля. «Люби, цвети, мечтай». Под таким романтичным девизом прошла весенняя выставка «Союза художников Красноармейска» в городском дворце культуры. Работы лучших мастеров города украсили стены фойе дворца и наполнили его теплой солнечной атмосферой. Экспозиция «Фейерверк цветов» была открыта 5 марта специально к Международному женскому дню. Вот эта стена практически вся выполнена в технике абакварельной, пастельной. Они заключаются, эти картины, естественно, в стекла, потому что это не масло, оно может испортиться, если его руками трогать. Поэтому оно заключено все вот в стекло. А вот эта стена, она вся выполнена маслом. Это техника «сухая кисть» называется. Здесь работа совершенно в другом заключается. Здесь на обычную бумагу кистью накладывается тонкий-тонкий слой масла, масляных красок. И послойно, друг к другу накладывая одни слои на другие, вот получается такой вот эффект. То есть это на обычной простой бумаге рисуется маслом. То есть тонкий слой. То есть техника называется «сухая кисть». Девиз наш в этой выставке «Цвети, люби и мечтай». Вот. Он очень подходит для этой выставки. Это пионы Галины Воронкиной. Она очень любит писать цветы. Вот у нее такие шикарные пионы. А они прям даже пахнут. Вот стоишь рядом, и все, и пионы. Благодаря сотрудничеству Союза художников и городского Дворца культуры, работы художников, жители города теперь смогут видеть регулярно в галерее Дворца. Вообще у нас сотрудничество с ГДК очень уже большое. Шесть лет мы тут каждый год делаем выставки разной тематики. У нас даже здесь была выставка, фото-выставка и не один раз. И такое счастье теперь для нас, для художников Красноармейска и вообще для Союза нашего, что мы теперь постоянно можем здесь экспонировать свои работы. Будут меняться разные тематики, и меняться разные экспозиции. И благодаря Татьяне Владимировне, директору Дворца культуры, мы имеем такую возможность. На выставке «Фейерверк цветов» представлены работы 12 художников из Красноармейского отделения Союза художников в Подмосковье. Среди них такие мастера, как Анатолий Коновалов, Ирина Фомина, Ольга Комарова, Галина Воронкина, Марина Чернавина, Анна Маркетанова и другие художники. Художественная экспозиция будет доступна для посетителей до 1 апреля. Традиционная лыжная гонка, посвященная памяти тренера Владимира Загулова, прошла на Пирожной горе в минувшие выходные. Самая масштабная лыжная гонка прошла в этом году в рамках закрытия сезона. Более 200 спортсменов из Красноармейска, Пушкина, Ивантеевки, Фрязина и Мытич вышли на старт лыжной гонки, посвященной памяти тренера Владимира Ивановича Загулова. У нас в городе было два выдающихся человека, которые развивали лыжный спорт и биатлон, Терсанов и Загул Владимир Иванович. И ежегодно проводятся гонки и памяти этих людей. Организаторами лыжного соревнования выступила администрация города и турклуб «Глобус». При спонсорской поддержке магазина «Декатлон» и нашего земляка, олимпийского чемпиона и депутата МОСО «Былдумы» Александра Лёгкого, подготовившего для победителей гонки несколько комплектов лыж знаменитой компании «Фишер». Кстати, именно Владимир Иванович Загулов был первым тренером Александра. Дистанции различной сложности проходили как начинающие спортсмены, так и ветераны лыжного спорта. У нас 14 возрастных групп, самые младшие участники, младшие 2009 годы и младшие ветераны, едут километры 3 километра, средний возраст и старшая возрастная группа, дистанции 3, 6 и 10 километров. Накануне настоящего дня рождения Красноармейска, 12 марта, наша съемочная группа задала горожанам один вопрос. Подробности далее. 12 марта 1947 года поселки Ткацкой фабрики и полигоны были объединены в город районного подчинения Красноармейск в составе Пушкинского района. Именно 12 марта является настоящим днем рождения Красноармейска. В честь этой даты мы решили провести опрос на улицах города и узнать у жителей, какими, по их мнению, достижениями может гордиться Красноармейск. Еще какими. Становка новая сделана. Да, особенно ДК хорошо работает, там всегда чисто. Там всегда чисто. Такие мероприятия. Мне это очень нравится. Во-вторых, если в геоцензу зайдешь, тоже там всегда порядок. В магазины березку зайдешь, ну все современно, вежливые, да продавцы такие. В банк зайдешь там, в наш банк. Просто прелесть. Такие они прямо, девочки, вот уличка меня принимала, такие прямо ласковые, такие обходительные. И вот, да, я вторую-то не знаю. Ну, когда и константы хорошо работают, так все объяснят, когда вот это заплачиваешь. Не знаю даже, не могу вам ответить. А вы давно живете? Конечно, да. Ну вот на вашей памяти, может быть, какие-нибудь люди или события такие вот значимые были? Чем может гордиться город? Ну, дом культуры у нас был хороший очень даже. Много развлечений было. Много кружков было. А сейчас этого нету. Сейчас такого нету. Так что, не знаю. Ну, прежде всего, оборонами. Геодезия к ним. Забыла уже, как МИИД. Этими достижениями. Город, откуда на фронт пошли первые Катюши под командованием капитана Флёрова в 41-м году. Испытания были проведены 21 июня 41-го года Катюши. И этим можно гордиться. Уже достаточно только этого. Ну, облагораживание. Очень заметно. Там, ну, асфальт меняет. Там дорожки тротуарные для пешеходов. Очень это, ну, везде сделали. Потом вот украшают вот такие вот тоже хорошие. Тоже для детей. Да, я думаю, что можно им гордиться. Потому что у нас все-таки неплохой город. И предприятия, которые в свое время много сделали для страны. И сейчас, то есть, наши школы хорошие педагоги. То есть, и дети хорошие вырастают. Я думаю, в детских садах вот у меня ходили внучки. Я очень довольна то, что у нас все-таки в образовании тоже хорошо. Я думаю, что наш город все-таки достоин хорошего. Я живу в этом городе всю жизнь. Родилась здесь. И дети мои здесь живут. Проживают и родители. Но я считаю, что наш город очень хороший. Он нам нравится. Здесь жить небольшой, компактный, уютный, с отличной окружающей, ну, средой. Природой, я имею в виду. Озера, речка. Потом у нас такая чистота стала. Порядок мэр города. Да я не знаю, как зовут. Ведь дороги отремонтированы. Ага. Только вот у нашего дома, вот когда вот, сейчас объясню. Как-то называется, пилисейский какой-то. Вот когда идешь выносить мусор, мы бабушке в 27-м живем в доме. Так скользко. Прямо вот и машины-то идут, идут. Ну, история достаточно интересная у нашего города, да. С мануфактуры Вознесенской, геодезия, артиллерийский полигон, который очень много, что во время Великой Отечественной войны помог. У нас очень много спортсменов, которые занимают призовые места. Например, в Ментоне и на России сейчас за границу ездят. Вот, тоже занимают призовые места. В баскетболе сейчас поедут. В баскетболисты сейчас... На область или на зону. Сначала на зону. Вот. Будем надеяться, что на область они тоже выйдут. Да. Мы, к сожалению, не участвуем уже, слишком старые. По вашему мнению, чем может гордиться наш город? Или кем? Военными. Только все это секретно. Есть два замечательных дома культуры, строгальные Ленина, где много кружков и для взрослых, и для детей. И видно, что они стараются развиваться до сих пор. У нас очень хорошая школа спортивная сейчас есть. Замечательные школы были, биатлона. Очень нравились две, в которых я одной из них занималась. Школа замечательная, бадминтона. Сейчас новости наблюдают. И клубы подзюдо, гребка римская борьба для детишек, для занятия спортом, я считаю, ну, достаточно. Зданиями нашими, скорее всего, красивыми, древними. Не древними, а более старые постройки, скорее всего. Дороги нормальные. Люди стали веселее и добрее, понимаете. Вообще, Красноаремец, особенно летом я вот к дочке в гости приехала, это прямо зеленый город. Ну, природа, скорее всего, то, что тут есть. Клубы, придешь в магазин, вот к этому, как его зовут? Дядечка пенсионер, там все берут. Вот, как Лена его зовут, это мужичка? Там прямо к магазину подходишь, такие клумбы. Мероприятий тоже очень много. Всякие для детей мероприятия, для взрослых. Вот каждый, ну, какой-нибудь праздник, событие постоянно. И вот тут, у ДК Ленина, и там на фабрике тоже постоянно всякие праздники. Ну, хотелось бы что-то новое, чтобы появлялось, чтобы охват детей и подростков для спорта и культуры и искусства был, расширялся, честно говоря. И взрослых хотелось, чтобы привлекали побольше. Потому что немножко инертные у нас люди, есть какие-то активисты, но в культуру и спорт надо и взрослое население внедрять. С каждым годом все лучше и лучше становится. Вот, прямо вот подходишь, везде такой порядочек. И мне все нравится, мне так устраивается. И ведь, смотришь, старые дома стали ремонтировать. Крыши, все это, вот как называется, ремонтиком занялись. Красноармес очень преобразился. Окей, мне так все тут нравится. И можно спортировать Александр Легков, допустим, он. А кто он? Он, ну, этот, лыжник. Мне даже в больнице нравится, принимает по полюсу, прямо хорошо. Надеюсь, что администрация и управленцы нашего города, и депутаты приложат больше усилия для развития культурного и, как сказать, облагораживания нашего города. Чтобы он был более удобный, интересный для подростков, прежде всего, чтобы они хотели тут жить. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. И напоминаю, что официальные группы телеканала есть во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь на нас, смотрите в эфире, и вы всегда будете в курсе городской жизни. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!